добрый день продолжение работы со столом я как-то два видео снял не очереди там и буковере были немножко отдыхали так в случае продолжаем то есть по без со столом дальше идет слишком срочно его не делай потому что там заказ мне не горящий так что я делаю дальше сейчас это сидела нужно будет к ножке как-то приладать его беру воск немножко смазываю отверстие так шпилька бита сразу отвечая на вопрос шпильки это фирменные датские то есть сразу же видно здесь да идет под биту вот такой под звездочку потому что можно какие-то сантехнические брать по моему до сантехники на я не знаю там по моему там по звездочку нет я честно говоря никогда не брал то есть отберу всегда эти нормальный хороший металл всеми можно работать кому надо сделаем так далее 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 вставляю наклей соответственно не сажаю потому что они будут идти своего рода просто как направляющие то есть есть хорошо плотненько зажались так есть и далее что я буду делать далее так значит ножка и вот нужно соответственно ставить сюда то есть здесь нужно сделать отверстие как его рассчитать то есть можно рассчитывать скажем отсюда отсюда размеры снимать рассчитывать на я делаю проще я беру такую ножку дальше беру вот такие вот как они называются по правильному по ночное название точно не скажу но я просто покажу да то есть это есть подголок отверстие это по металлу винты по металлу кто знает правильное научное название тут скажет я не слишком часто пользуюсь то есть обрезая головки да вот немножко крутил их туда так ставлю сюда и вот такими движениями сделаем наметку дальше вижу где мне центр дрелка так пробуем так все садится хорошо но чуть-чуть что я сделаю шипы слишком слишком плотный сделал опять же я повторюсь что они идут только для фактически только для направления хорошо четко села то есть смотрим здесь видно где-то просто сейчас покажу уже сам когда чтобы делать то есть ножки же ну как обычно здесь то есть шайбы гайка ну и так на все сейчас уже сделаю и покажу готовые так все ножки сжаты вот таким принципом по такому принципу так это будет одна сейчас сделаю другую ну и тогда уже весь каркас я думаю что стену и и покажу хотя в принципе там показывать нечего то есть что этим хотел сказать что если нам нужно намечать делать разметку можно сделать намного проще то есть вот таким способом то есть ну как как я делаю то есть сначала вставляю сюда немножко такие винты делаю вот такой небольшие метки ставлю и потом уже сверление дальше сбор можно сделать и таким способом можно и другими но я показываю как по крайней мере как сделал я чтобы было быстрее быстрее так еще немножко возвращаюсь значит собрал одну ножку и собрал другую ножку и вот проверка да если одна нога например у меня где-то пошла скажем где-то наперекосяк одна или другая да здесь сразу же показала бы не параллельность то есть смотрим видно да щель как идет все хорошо все параллельно все нормально как с одной стороны если посмотреть вот так вот сбоку да сбоку да сбоку если посмотреть да видно что четко все параллельно так что и нужно было соответственно доказать все хорошо и все все нормально и вот стол уже заказчика сейчас мы этим от пыли наполируем но что хочу сказать значит этот стол не стандартный если мы делаем столы обычно 75 76 сантиметров то этот на 10 сантиметров меньше заказчик так захотел здесь я не обсуждаю сейчас почему так зачем то есть была поставлена задача работа сделана все вроде бы все сказал все рассказал со столом эпопея закончилась всего доброго спасибо за внимание удачи в работе до свидания